МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В удары пострадали трое взрослых и 10 детей, сообщает портал «За рулем». Их госпитализировали в БСМП и Республиканскую детскую клиническую больницу. По данным на 15.00, Республиканскую детскую клиническую больницу было доставлено 10 дней после известного ДТП на проспекте трактора строителей. Все дети были осмотрены специалистами, прежде всего травматологом, нейрохирургом, челюстно-пицевым хирургом, детским хирургом. Ряду детей проведены диагностические исследования и компьютерной стомографии, рентгеновских исследований и ультразвуковых исследований. То примерно после 13 часов все дети были уже отпущены домой и в провождении родителей педагогов покинули больницу. Во второй половине этих детей навестят детские врачи Новочебоксарского медицинского центра. Им была передана вся информация о детях. Будем так говорить, что о серьезных травм и в оказании реализированной помощи эти дети не нуждались. Энергосистема Чувашии готова к бесперебойной работе в зимний период. Развитие отрасли глава республики обсудил с директором Чувашиэнерго. В рабочем графике Михаил Игнатьев и другие рабочие встречи. Энергосистема республики функционирует без сбоев, отмечает Дмитрий Иванов. Редкие аварии в сетях электрики устраняют в считанные часы. Все ремонтные программы закончены, проведены, закончены. Тарифные деньги освоены все полностью, отчитались полностью. Получили паспорт готовности к работе на синий и зимний период. Это не такой подъем хороший в этом году, потому что в сябре месяце исполнилось 60 лет создания Чувашской энергосистемы. Недавно энергетики решили и проблему подачи электричества в микрорайон Садовый. Здесь была возведена современная подстанция. Инвестиции это ваши. И в принципе для развития микрорайона, для дальнейшего благоустройства, для того, чтобы больше было освещения, света, никаких проблем в дальнейшем не будет. Сегодня же глава республики встретился с руководителем регионального УФСИНА. Ведомстве продолжают наращивать производственные мощности. Заключенные шьют и спецодежду по заказам крупнейшего холдинга БТК Групп. У нас уже наработаны определенные связи. Мы уже отвечаем за свое качество. Ихнюю госприемку мы проходим. И при равных условиях есть вероятность того, что мы все-таки портфель заказов должны набрать приличный. Где-то мы должны к миллиарду в следующем году. Ну плюс вот эти, если 250, то мы их... Перевали еще за 1 миллиард рубля. Михаил Игнатьев отметил, что контингент Чувашского УФСИНА выполняет успешно и общественные работы. На первый план выходят и задачи по трудоустройству тех, кто освобождается из не столь отдаленных мест. Александр Работа говорит, что из колонии Чувашии выходят уже подготовленные специалисты. У нас основной вид производства – это швейное производство. И мы уже готовим специалистов. У нас есть там и соответствующие ПТУ, которые обучают по этим профессиям, и швей-мотористы. Если бы было развитие где-то швейного производства на территории региона, конечно бы мы уже были бы готовы поставить туда готовых специалистов. Михаил Игнатьев считает, что швейный комплекс для бывших осужденных возможно открыть уже в следующем году. Гарантированная работа поможет им встать на путь исправления. Дмитрий Ковалев, Ироссель Мухаммедов, Республика. Президент России Владимир Путин объявил масштабную реформу демографической политики. Одной из первых мер станет введение ежемесячной выплаты семьям, в которых родился первый ребенок. По словам Путина, точная сумма выплаты будет различаться в регионах, но в среднем составит в 2018 году порядка 10,5 тысяч рублей. При этом выплата будет адресной. Об этом глава государства заявил на заседании Координационного совета по реализации национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы. В Чувашии продолжается акция «Народная инвентаризация». Проект регионального министерства имущества помогает выявить заброшенные земельные участки. Инвентаризация земель – эффективная мера. Благодаря этой работе в сельскохозяйственный оборот было вовлечено более 90-100 тысяч гектаров пустующих участков. Доходы превысили 60 миллионов рублей. В правительстве республики наладили работы и по регистрации бесхозной недвижимости. Только в рамках региональной акции было выявлено более 900 объектов. У нас ряд показателей на протяжении ряда лет существует, ряд новых показателей, но с учетом опыта предыдущих лет. Также у нас, о чем я уже сказала, доходы от невостребованных, доходы от единого ресурса. И у нас показатели, если раньше у нас была, вы знаете, народная инвентаризация по земле, сегодня у нас в этом году проходит народная инвентаризация объектов недвижимости. По объектам недвижимости в этом году в совокупности всех муниципальных образований поступило чуть больше 114 миллионов рублей. В совокупности все эти виды дают 758 миллионов рублей на протяжении всех этих лет и ряд действующих этих акций. По различным оценкам специалистов, теневой рынок в наличном товарообороте составляет от 15 до 30 процентов. То есть от 18 до 37 миллиардов рублей ежегодно не облагается налогом. Наша съемочная группа решила узнать, какие дивиденды дает безналичный оборот организациям и жителям Чувашия. Половина жителей России имеют банковские карты. Каждый десятый половину своих денег тратит, даже не вытаскивая наличность из кошелька. За последние годы число таких финансовых операций выросло на 50 процентов. По безналу расплатиться можно за одежду, обувь, продукты, лекарства. Чебоксарская оптичная сеть Велес давно использует такую форму расчета с покупателями. Все больше и больше людей приходят с картами. Это удобно, это комфортно в плане того, что нет мелочи с собой носить. Для организации снижаются риски в плане фальсификатов денежных средств. Уменьшается количество инкассаций, то есть это также идет экономия оборота для организации. И сразу непосредственно покупки денежные средства поступают на счет организации. Расплачиваться картой не только удобно. В Сбербанке действует программа «Спасибо». За каждую покупку накапливаются бонусные баллы. В первые три месяца подключения сервиса каждый участник программы получает полтора процента, а затем полпроцента от покупки. Особенно ощутимый результат работы по безналу виден в организациях. Это очень удобно для нас и для сотрудников. Они получают зарплату мгновенно. Я вижу исполнение, поступление сумм, я тоже вижу. Это очень удобно. Не нужно считать копейки, как раньше. Сотрудникам это удобно, то, что они не стоят в очереди, не ждут. Также мы работаем по безналичной оплате с контрагентами. Удобно тем, что у тебя есть подтверждающие документы об оплате. Если ты даже неправильно перечислила какую-то сумму, то в любом случае ее можно вернуть. Каждая ошибка исправляется. Безналичные расчеты упрощают и деятельность государственных органов. В налоговой инспекции приветствуют переход на такую форму оплаты труда. Например, доходы физических лиц становятся более прозрачными. А применять различные серые схемы ухода от налогообложения становится все сложнее. Это позволит контролирующим органам повысить качество администрирования страховых взносов и налога на доходы физических лиц. Проводить своевременный мониторинг полноты и своевременности перечисления таких платежей в бюджеты нашей республики, также во внебюджетные фонды. Кроме того, для самих граждан это позволит получать социальные гарантии, которые предусмотрены государством. Конечно же, это на достойную пенсию в будущем, на выплату больничных, на выплату различных компенсаций. Кроме того, по налогу на доходы физических лиц данные работники смогут в полной мере воспользоваться своим правом на получение налоговых вычетов. В качестве примера безналичной и бесконтактной жизни специалисты приводят первый умный город. Районный центр Зеленодольск в Татарстане с населением около 100 тысяч человек. Две трети населения города получили многофункциональные пластиковые карты, в которых содержится платежное, социальное, транспортное приложение и квалифицированная электронная подпись ее владельца. По данным банка, за полгода безналичная активность жителей Зеленодольска увеличилась в два раза. В Чувашии пока только задумываются по поводу возможности претворить такой проект. Но отдельные положительные примеры все же есть. Это единые транспортные карты, действующие в столице. За полтора месяца 2017 года продано более 30 тысяч ЕТК. По экспертным оценкам, дополнительный бюджет получил более 2 миллионов рублей. Татьяна Молокова, Расиль Мухаммедов, Республика. В столице Чувашии отныне будут действовать новые правила благоустройства. Сегодня их утвердили городские депутаты. О том, что это значит для города, Ольга Пырочкина. Новые правила благоустройства города Чебоксара. Один из основных документов столицы республики размером 80 листов. В целом, в правилах отражены современные требования к формированию комфортной городской среды. Какой должна быть реклама, чтобы она не портила облик исторических зданий? Какие деревья следует сажать на той или иной территории? Как должны быть оборудованы родники? С одной стороны, новые правила отвечают на тысячу вопросов. С другой, увы, оставляют городские власти беспомощными. К примеру, перед теми, кто паркуется на газонах или бросает старые автомобили зимовать во дворах. С парковками на газоне там вообще очень сложная ситуация. До сих пор не принято еще и федеральное законодательство в этом плане. Сами депутаты надеялись на то, что в этих правилах мы пропишем так, чтобы можно было потом со временем и уже штрафовать, применять определенные санкции какие-то к нарушителям. Но сейчас мы не можем это сделать. К сожалению, должен сказать, что это можно считать лишь только первым шагом на пути к тем правилам, которые бы удовлетворили всех. Ибо на обсуждении нашей комиссии по городскому хозяйству мы с коллегами столкнулись с рядом вопросов, на которые разработчики этих правил, к сожалению, нам полностью ответить не смогли. По требованию контейнерных площадок, например, по содержанию газонов, например, к сожалению, мы сейчас не имеем возможности законно избавлять жителей нашего города от того автомобильного хлама, который загромождают проезды к подъездам, загромождают дороги. Так или иначе, плюсов для города в новом документе народные избранники, судя по всему, нашли больше. Большинством голосов правила благоустройства утверждены. Ольга Пырычкина, Арана Гавилян, Республика. Тестовый режим заканчивается. С 1 декабря в центре Чебоксар в полную силу начинают работать платные парковки. Это означает, что теперь тех, кто простоит больше 30 бесплатных минут и не заплатит, будут штрафовать. Сумма штрафа по данному виду административного правонарушения – 2000 рублей. Напомним, платная парковка стала в четырех зонах. Это площадка перед железнодорожным вокзалом у главпочтампа на деловом проезде и улица Ленинградская от МФЦ до улицы Дзержинского. Причем по трем последним адресам в платном режиме парковки будут работать только с 8 утра и до 20 часов вечера. Соответственно, в это время каждые полчаса будут проезжать инспектора и фиксировать весь автотранспорт, который расположен в зонах этих платных парковок. Если будет на следующий день, после того, как проехал инспектор, будут сверяться данные по оплате. Если не будет оплаты по этим автотранспорту, соответственно, будет выноситься постановление о привлечении к административной ответственности. Тариф один из самых низких в стране. 30 рублей в час для легковых автомобилей и 60 для грузового транспорта и автобусов. Сейчас для оплаты о парковке работают специальные паркоматы. В дальнейшем специалисты планируют внедрить мобильное приложение, сайт и даже разработать варианты оплаты с единой транспортной карты. Ольга Пырочкина, Дина Кустова, Андрей Шоклев, Республика. Культурная стройка. Новый облик придает Чебоксарскому художественному училищу и Чувашской государственной филармонии. Министр культуры Республики посмотрел, как идет реконструкция. Второй корпус художественного училища расположен на улице Константина Иванова. Когда-то здесь был комплекс хозяйственных построек купца Ефремова. Сегодня здание выглядит свежим и обновленным. Только в окнах видны не студенты, а маляры. Внутренние работы – завершающая стадия реконструкции. До этого уже укрепили фундамент, уложили новую кровлю, привели в порядок фасад. Было выделено 27 миллионов на ремонт этого здания. Укреплены стены, идет замена части окон. Электропроводка полностью меняется, будет заменен полностью пол, выложен плиткой. Дождалась своего обновления и Чувашская государственная филармония. Здесь стройка кипит и внутри и снаружи. В 2017-м на реконструкцию здания из республиканского бюджета выделили почти 50 миллионов рублей. Еще 100 миллионов планируют вложить в 2018-м. На сегодняшний момент контракт подписан у нас до декабря 2020 года. Соответственно, если деньги с лица будут выделяться раньше, естественно, объект мы можем завершить раньше. Отметим, что обновляют филармонию по республиканскому плану ремонта культурных учреждений. Их готовят к празднованию столетия Чувашской автономной области. Ирина Волкова, Мальвина Петрова, Расиль Мухаммедов, Республика. Школа Чувашии, попавшая в рейтинг лучших в России, получит на развитие миллион рублей. Таких образовательных учреждений в республике 16. Денежное вознаграждение от главы Чувашии заслужил и Новочпаксарский лицей номер 18. Здесь учителем начальных классов работает Елена Павлова. Для второклассников школьный учитель – это еще и мама. Ее слушаются безоговорочно, ей верят, у нее просят совета. Елена Михайловна ведет уроки, ездит с ребятами на Олимпиады и конкурсы, выступает на концертах, поддерживает на спортивных состязаниях. В этом же лицее учатся и ее две дочери Аня и Настя. И надо сказать, учатся на отлично. Девочки, идите сюда. Идите сюда. Аккуратнее, аккуратнее. Аккуратнее, аккуратнее. Ты первая и делаешь. Давай, молодец. Давай, смотри. Трое детей, уютный дом, семейные традиции, совместный отдых. Это рецепт семейного счастья от Елены и Виталия. По выходным вся семья наконец-то собирается вместе. И это на самом деле праздник для Павловых. Папа Виталий Алексеевич работает руководителем проектов в строительной ферме и постоянно находится в командировках. Трудности воспитания дочерей ложатся на плечи Елены. Очень хорошая мама. Считаю, что идеальная мама. В этом доме девчачье царство. Вечные косички, бантики, заколки. Кукольный дом для младшей Лизы. Фортепиано для Ани и Насти. В семье Павловых подрастают будущие пианистки. Я учусь в 18-м церкви, в 3-м классе. Увлекаюсь танцами. Хожу в музыкальную школу. Мы с мамой копим дипломы. Еще с садика. У меня есть две самые важные грамоты для меня. Первый и второй класс. В музыкальной школе я закончила с отличием. В музыкальной школе есть раздел с сальфетчо. Я там тоже очень увлекаюсь. И участвую в разных олимпиадах. В конкурсе рояль «Озвученная душа». Я заняла тоже третье место. Это городской конкурс уже. Возможно, глядя на сестер, и Лиза станет музыкантом. Старшие сестры неразлучны. Вместе они ходят в музыкальную школу, танцевальную студию. У всех, кто танцует, у них появляются улыбки, а другие люди от них заряжаются энергией. Поэтому мне нравится ходить туда и дарить настроение другим людям. Вот и дома девочки устраивают внеплановые концерты, чтобы порадовать своих близких. Елена и Виталий с самого начала хотели, чтобы их дом был полон детского смеха. Есть, конечно, желание, чтобы было еще больше детей. Но там же не только детей родить, надо же еще их воспитывать, чтобы они росли хорошо, чтобы ни в чем не нуждались. Будет возможность у нас со временем, конечно, мы не осаднуемся на троих детей, будем думать. Все зависит от того, как будет обстановка, не только в нашей семье, но еще в стране. Поддержка молодым семьям, поддержка многодетным семьям какая будет. Счастливая семья – это большой труд каждого. Любить надо друг друга. Я считаю, что надо понимать друг друга, уважать мнение. Я считаю, что надо всегда поддерживать друг друга. Детей надо рожать. Это вообще радость, во-первых. Поначалу боязно. Третий ребенок, четвертый. Где третий, там и четвертый. Мне кажется, все само получится. Дети друг другу помогают, поддерживают. Главное, чтобы в семье было спокойствие, чтобы ценили друг друга, любили все и уважали. Аня с Настей, они в погодке, они растут вместе. Когда меня спрашивают, тяжело быть многодетной мамой, я говорю, я не чувствую себя многодетной мамой. Они у меня как один ребенок почему-то. В музыкальную школу они ходят вместе. Может, это какой-то плюс, что не надо их водить. Потом ходят на танцы вдвоем. В одну же группу мы стараемся ходить. Настя как-то пытается догонять Аню. Аня поддерживает Настю. Теперь они мне помогают обе с Лизой. В больших семьях дети учатся помогать и поддерживать друг друга. Учатся ответственности за младших и берут пример со старших. Елена и Виталий верят, что девочки вырастут хорошими людьми и возьмут из родительской семьи во взрослую жизнь только самое лучшее. Доброту, искренность, взаимопонимание. Татьяна Трофимова, Арена Гавилян, Республика. Жизнь Родине, честь никому. В столичной школе номер 37 прошло посвящение первоклассников в кадеты. Юные защитники Родины дали клятву верности стране. На торжественной церемонии побывала и наша съемочная группа. Знамя Победы и звуки торжественного марша. Воздушные шары цветов российского флага и гимн страны. 32 юных патриота приносят клятву быть преданным своей семье, народу и Отечеству. Жить, учиться, творить всегда и везде. Во славу великой России. Клятемся, клятемся, клятемся. Посвящение в кадеты – первый шаг к взрослой мечте. Первоклассница Даша пока немного знает об этом молодежном движении, но уже берет на себя не детскую ответственность. Девочка уверена, ее класс особый. Тут мы строевые подготовки делаем. Еще что другие классы плавают в бассейне один раз, а мы два. Юным кадетам предстоит многому научиться, чтобы быть достойными носить это звание. Волнуются не только ребята, но и те, кто пройдет этот путь вместе с ними – учителя и родители. Я считаю, что с самого маленького возраста, с детских садов, со школ наших детей нужно обучать именно любить родину, чтобы они знали нашу историю, чтобы знали подвиги наших предков. Мальчики – они наши будущие защитники, и они уже с детства должны уметь понимать, где добро и где зло. Кадетское образование гармонично сочетает в себе и современные, и традиционные педагогические методики. Но что самое главное – укрепляет любовь к родине и чувство патриотизма. Учеников в первый кадетский класс принимают не по желанию. Здесь проводят специальный отбор. Нагрузка на ребят ложится двойная. В первые кадетские классы попадают не все желающие. Туда попадают только дети, годные по здоровью, также дети физически подготовленные. И, естественно, это успеваемость 4-5. Остальные дети, как говорится, если ты не успеваешь в учебе, то ты не будешь успевать в кадетском образовании. Поэтому в кадетском образовании у нас на сегодняшний день лучший из лучших. Они дали родине клятву верности и получили первые в своей жизни погоны. Впрочем, идут в кадеты не только те, кто собирается связать свою жизнь с военным делом. Ответственность, дисциплина, сила духа – эти качества пригодятся и в обычной жизни. Рифат Фаткулин, Алена Алексеева, Игорь Зверев, Республика. Республиканский фестиваль спорта для людей с ограниченными возможностями прошел в Новочбоксарске уже в 19-й раз. Традиции не меняются. Более 250 спортсменов с нарушениями здоровья практически со всех уголков республики в очередной раз доказывают – движение – это жизнь. С праздника спорта и силы духа репортаж Рифатов от Кулина. «Быстрее, сильнее, выше». С олимпийским девизом они, похоже, живут каждый день. Идти наперекор судьбе, быть сильнее болезней и научиться видеть в окружающем мире больше хорошего, чем плохого. Это удается, увы, не каждому здоровому. Татьяна Шалагина из Маргаушского района много лет участвует в этих соревнованиях. Говорит, что спорт – ее жизнь, ее вдохновение. В наше время, я считаю, люди должны заниматься спортом. Особенно вот такой возраст, классический возраст, как я говорю, потому что мне на следующий год будет 70. И поэтому я очень люблю, люблю спорт. Очень люблю. Настольный теннис, дартс, легкая атлетика, шашки и шахматы – всего пять видов спорта. Денис представляет Шумерлинский район. Дартс открыл для себя всего полгода назад. А поверить в себя помог папа. Он и порекомендовал подать заявку на фестиваль спорта. В дартсе главное попасть в середину, не волноваться и думать о дартсе только. Королева спорта – легкая атлетика. Самый сложный здесь вид – гонки на колясках. Пять лет назад Алексей Ефимов из Маргаушского района попал в автокатастрофу, но не опустил руки, а решил заняться спортом. Колоссальное терпение обернулось силой духа и силой тела. С 2014 года я в 2019 травму получил, полтора года дома лежал. Вообще жить не хотелось, как говорится. Ну, ребята там потянули, инвалидами начал общаться, вот к жизни я обратно вернулся. Ну, сейчас уже как-то все время спорт – это как, повторяюсь еще раз, это жизнь наша. Мне весь спорт интересует, любой. Вообще, ну, мы большинство бадмитон играем, про бадмитон. Ну, а так, легкая атлетика, как говорится, то же самое, ну, чтобы дома не сидеть. Доступность услуг для инвалидов – это один из показателей здоровья самого общества. Об этом президент страны Владимир Путин говорил на итоговом форуме действий ОНФ в Москве. Собираемся мы здесь, в спортивном комплексе, в Новочебоксарске, который за последнее время действительно мы по доступной среде сделали очень большую работу. И здесь удобно проводить не только республиканские соревнования, но очень большое количество всероссийского уровня соревнований мы здесь проводим. Накал страстей, горячее желание сделать все для победы. Любители выкладывались по полной, как и профессионалы от спорта. Для многих даже просто участие – это уже реальная победа. Наши герои смогли не сломаться, а, напротив, сами преодолели стереотипы и открыли для себя новые цели. Рифат Фаткулин, Арена Кавелян, Республика. Синоптики объявили в Чувашии желтый уровень погодной опасности в связи с возможностью гололеда и образования изморозий на деревьях и проводах. Об этом со ссылкой на гидромедцентр сообщает МЧС по региону. По прогнозам метеорологов, потенциально опасная погода продержится до вечера среды, 29 ноября. В ближайшую ночью температура воздуха опустится до минуса 10 градусов. Местами ожидается слабый туман. На дорогах гололедится. Будьте внимательны. Кем стать в будущем? Какую профессию выбрать? Подобными вопросами задается каждый старшеклассник. Разобраться в своих способностях и узнать самое интересное из мира профессий, помогает Центр занятости населения города Чебоксары. Сюжет смотрите далее. А я с вами прощаюсь. До встречи в эфире национального телевидения Чувашии. Востребованность специальности на рынке труда, уровень заработной платы, условия работы, наличие социального пакета. Это главные факторы, на которые стоит ориентироваться при выборе будущей профессии. Основные рекомендации специалистов в области занятости помогают разобраться с собственными желаниями, соотнести их с возможностями, а уж потом выбирать вуз и специальность. Только в таком случае можно рассчитывать на то, что ты станешь профессионалом своего дела. Психологи-профориентаторы работу со школьниками начинают с разговора о самых востребованных профессиях на сегодня и в ближайшие пять лет. Профориентационное занятие ведет ведущий инспектор отдела профориентации и организации профессионального обучения Евгения Гурьянова. Какие профессии сегодня нужны людям? Строители. Строители очень востребованы, молодец. Точку. Еще? Врачи. Врачи. Совершенно верно. Чудесы женения, люди часто болеют. Учителя, мы всегда, да, рождаются новые люди, их нужно учить. Профессии 40 тысяч, о которых мы говорили, условно можно разделить на пять групп. Это работа с природой на природе, с другими людьми, с техникой, с расчетами, вычислениями или с творчеством. И вот один из тестов, который сегодня мы вам предложим пройти, да, ответит на вопрос, какой из этих пяти сфер деятельности у вас имеется больше интерес, больше вы творческая натура или вам больше подходит профессия банков служащего, об этом вы сегодня узнаете. Ребята из 10-й Чебоксарской школы слушают с любопытством краткий экскурс в мир профессий. Всем старшеклассникам предлагают пройти тестирование. Его результаты могут помочь определиться с будущей профессией, а тем, кто уже знает, куда пойти учиться, подтвердить выбор. Для чего ты сегодня пришел в центр занятости? Ну, чтобы узнать, куда можно в дальнейшем пойти на работу, устроиться, на какую, и кем можно быть. Я хочу стать строителем, и для этого мне нужно изучать физику, математику, черчение нужно знать, ну и русский язык, наверное, чтобы правильно писать. Человек-человек, человек-техника, человек-знаковая система, человек-природа, человек-художественный образ. Эти пять сфер деятельности объединяют тысячи профессий. Какую именно выбрать, решает каждый сам. Вот здесь в рекомендациях указано, какие профессии относятся к области человек-знаковой системы, какие способности, качества личности должны быть у человека, чтобы он успешно выделил. Ознакомиться с ютилитетами, и так, знаковой системой и работать с людьми. Настя Чернова еще до конца не определилась, кем ей стать, психологом или банкиром. Я больше люблю математику скорее, чем общаться с людьми, потому что это более точнее. А реакция людей и поведение, она всегда разная у каждого человека. Я хочу выбрать более, пойти в банковское дело, потому что там используются более точные науки, и я больше их понимаю. В таких случаях специалисты центра занятости проводят индивидуальные консультации, предлагают дополнительные тесты. В центре занятости проходят они диагностику своих профессиональных интересов и склонностей на базе лицензионных тестов, которые приобретены в лучших психологических центрах нашей Российской Федерации, это как в Москве и в Питере. А здесь профконсультанты объясняют, какие склонности, какие предпочтения, какой профессии. Многие профессии детям не знакомы, так как очень много новых профессий, перспективных. Здесь мы все это, конечно, досконально объясняем, раскрываем все эти термины, все эти понятия, что значит та или иная профессия, специальность или склонность. Также специалисты центра могут помочь подросткам трудоустроиться во время каникул, чтобы понять, из чего состоит ежедневная работа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова